2021 год объявлен в Ненинском округе годом добрых дел. В нашем регионе живут люди, для которых делать добро – это не только профессия, но и зов сердца. Сегодня наша съемочная группа побывала в отделении помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения. О доме, где помогают найти решения в любой трудной жизненной ситуации, расскажет Любовь Пермякова. Это у нас комната психологической разгрузки. Она у нас оформляется по временам года – лето, осень, зима и весна. Огоньки на окнах, белый камин и красочный баннер на всю стену. Дизайн разработали сами сотрудники отделения помощи семье и детям. По словам заведующей отделением Елены Филипповой, часто служителям добра приходится вкладывать собственные средства. Все это для того, чтобы детишкам, находящимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами было намного легче. Проводятся фотосессии несовершеннолетних и их семей. Также у нас проводятся встречи у Камина, это новогодняя. Вот если мы сейчас про Новый год говорим. Проводились весь ноябрь. У нас прошло четыре встречи, где у нас для детей была подготовлена развлекательная программа тематическая, посвященная Новому году. Отделение ведет несколько направлений. Профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими на учеты и их родителями. Оказывает помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в центре работает группа временного пребывания передышка. Где родители спокойно могут оставить своих деток под присмотр наших специалистов. Специалисты с ними проводят различные занятия. Также берут каждого ребенка и проводят с ними индивидуальные занятия по пожеланию родителя. Для несовершеннолетних в центре работает клуб «Планета детства». Это целый калейдоскоп различных акций, творческих и спортивных праздников. За психологическим здоровьем участники клуба приходят в еще одну волшебную комнату. Это у нас сенсорная комната, где у нас проходят занятия по снятию напряжения с детьми, с детьми-инвалидами и с детьми, которые находятся в трудожизненной ситуации. О том, что работа в отделении ведется эффективно, говорят цифры. Например, за 2020 год из 88 семей, находящихся в социально опасном положении, в сопровождении были сняты 36. 53 семьи из 72 вышли из трудной жизненной ситуации. Им оказывалась социальная, медицинская и психологическая помощь. Часто таким семьям помогают неравнодушные жители округа, участвуя в многочисленных акциях. Одна из них – благотворительный концерт «Добрые песни о главном». И участники, и зрители делают одно большое, единое, доброе дело. Все средства, которые приходили, перечисления были от Дома культуры на Минское региональное отделение, они шли все на помощь, в первую очередь детям, детям, которые тяжело больны, детям, семьям в трудной жизненной ситуации. Потому что цены на реабилитацию, цены на лечение, цены на дорогостоящие препараты, они, конечно, очень большие. И семьи многие с этим просто не могут справиться, особенно если это лечение касаемо тяжелых случаев заболевания. Творят добро и некоммерческие организации. Например, развлекательные детские центры и кафе. Подарили ста детишкам из неблагополучных семей сертификаты на получение бесплатного мороженого или посещение игровых комнат. Более 150 малышей поверили в новогоднее чудо благодаря акции «Елка желаний». И вам, неравнодушные земляки, более 200 благотворителей смогли осуществить детскую мечту. Любовь Перевякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».